Приветствую вас на канале AlkaVita. Очередной ролик и серии эссенции. И сегодня попробую эссенции гранди. Это тоже эссенции премиум класса, по цене немножечко на копеечку дешевле чем SteelSpirits. Производитель Великобритания. Каждый бутылек 25 миллилитров рассчитан на 1 литр. Это, конечно, удобнее чем SteelSpirits на 2 литра 250 миллилитров. Сегодня у меня Dark Rom, Шемрак виски, Блендед виски и VSOP бренди. Также из предыдущих роликов я понял то, что под эти эссенции спирт, водка, ну подходят меньше всего. Лучше всего какой-нибудь нейтральный мягонький самогон. Я же заморочился гораздо сильнее. Dark Rom у меня пойдет самогон из карамели. Это меня Максим вот угостил. Для Шемрак виски и Блендед виски у меня пойдет 100% солодовый дистиллят. Это меня угостил Сергей. И для VSOP бренди у меня пойдет чача более-менее нейтральная от Дмитрия. Конечно, многие скажут, зачем такой прекрасный солодовый напиток мешать вот с этой вот химозой. Но, поверьте мне, очень много людей, которые не хотят заморачиваться ни с щепой, ни с бочкой, а хотят получить вкусный напиток там ко дню рождения, к юбилею за 2-3 дня. И вот это самое удачное решение. У меня есть 4 бутылочки литровых. Я сейчас их заполню дистиллятом, вылью эссенцию, как следует перемешаю. Ну, по ходу пьесы буду нюхать, пробовать какой на аромат, какой вкус. У бутыльков стил спирит можно вот эти вот этикетки снять и наклеить их на бутылку. Здесь же это нереально. Дарк ром гранди аромат. Очень такой ромово-карамельный. Ну, неплохо. У бренди тоже очень яркий аромат. Ванильно-виноградный такой. Очень вкусно пахнет. Очень сильно похоже, конечно, на стил спирит. Ну, и шемрак виски более карамельный. Блендед виски. Здесь я чувствую немножечко дымок. Знаете, так вот. Абсолютно разные. Абсолютно разные два этих аромата. Ну, тоже хорошие. Вот как вот стил спирит. Я вот помню шемра, когда я пробовал прям такой карамельный-карамельный вискарик. Все развел. Сейчас я его купорю. Подпишу бутылочки. По инструкции от 4 часов до 2 суток надо выдержать. Сейчас понедельник. Дегустация будет в пятницу, в субботу минимум. И попробую. Дистилляты очень хорошего качества. Что у Максима карамельный дистиллят, что у Дмитрия чача. А солодовый это, по-моему, от Габриэлева не Сергей делал. Прям вообще ароматика солода и ичменя очень насыщенная. Прошло 4 дня. Самое время попробовать. Что же получилось? Закусывать буду стейком и сыром. Не знаю, какой здесь гастрономический альянс должен быть. Ну, что имеем, то имеем. Мое мнение, что на скорую руку удивить гостей это прекрасная возможность. Сам я такие напитки не употребляю. Мне нравятся белые, ароматные, вкусные дистилляты. Почему эксперимент не на водке? Ну, мое мнение, опять же, такое, что водка это для настоек. Ректификат для настоек. Я недолюбливаю ректификат. И то мое мнение, что настойки получаются с дистиллята крепостью 90-92 гораздо мягче, нежели с ректификата. Но это моя такая сугубо личная точка зрения. Брэнди VSOP, Блендед Виски, Шемрек Виски и Ром. Ммм, классический такой коньячный аромат. Присутствует также аромат чачи виноградный. Интересный аромат. Угу. Ну, естественно, ни бочки, ничего такого нет. Знаете, такой насыщенный такой коньячный аромат. Причем коньяк такой не как вот наш там казахстанский такой навязчивый какой-то химозный аромат. А именно какой-то такой купаж. Отличненько. Блендед Виски. О, Блендед Виски. Аромат, ну как американцы называют, и шотландцы White Dog. Аромат Нью-Мейка. Четко выраженный, ячменный такой солодовый аромат. Немножечко дубок. Интересно. Знаете, такой, мне кажется, такой мужской такой жесткий, могучий такой, крепкий такой аромат. Шемрак. Ой, карамелька, приятный такой, знаете, ванильно-карамельный аромат. Также присутствует аромат вот этой белой собаки. Аромат белой собаки. Аромат Нью-Мейка солодового. Ну, здесь он прям раза в два, наверное, выраженнее. Да, прям ароматика супер насыщенная. И ром. О, ром это вообще просто прелесть. Отлично, отлично. Ну, на аромат ром мне понравился больше всего. Далее весь Саупи, потом Шемрак и Блендед. Сырье очень ароматное, я специально подобрал его так. Большое спасибо Дмитрию за чачу, Сергею за солодовый дистиллят и Максиму за карамельный дистиллят. Ну, конечно, жалко использовать солодовый дистиллят. Я бы все-таки более такой нейтральный бы использовал. Ну, просто потому что, ну, во-первых, как бы жалко солод. А во-вторых, ну, блин, это же солод. Я уже показывал вот эксперимент. То есть на Кодзи, ячку, вот самое, мне кажется, будет милое дело. Можно даже какой-нибудь нейтральный такой дистиллят, а-ля там Кодзи рис вот такой вот. Пойдем от наименее понравившегося ему к более понравившему дистилляту. Покажу мое вкусное мясо и сыр. Итак, Блендед виски. Сергей, большое спасибо. Будь добру. Прекрасно. Вискарь. Очень яркий солод. Сладковатый дубок. Хороший такой мужицкий вискарик. Шемрак виски. Ура. Ну да. Нежненький. Мягче немножко мне показался, чем было Ну и попробую еще раз, это все-таки была первая стопочка Более сладкое такое, послевкусие, карамелька Да, очень сильно похож на шемрак, именно тот, который был стил спирит Мне понравилось, я хотел бы получить аромат, вот ведь скорее я получил Ароматика даже чересчур Дистиллят был получен по методу брянского винокура Это смесь по гавриэлю и отгавриэливания Вот напрашивается прямо на бочку Здесь же, конечно, все-таки надо более нейтральный такой ячменный дистиллят Ну что, перейдем, наверное, к коньячку Попробуем Дмитрий, большое спасибо Чача сюда подходит просто идеально Но аромат именно чачи как бы должен быть Класс Быть добру Легенький-легенький такой коньячок Не скажу, что прям коньяк Но вообще-то я как бы и не помню, когда я пил последний раз коньяк Какой-нибудь Брэнди Би, Саупи даже Но вкусненько Бочка чувствуется Ванилька, сладинка Ну и ром Макс, респект Ну ром и ром Вот все-таки мне нравится Больше всего из всех вот эссенций Мне все-таки больше нравятся ромовые Они вот прям один в один попадания Ну, как говорится, вторая закрепляющая Ну, виски Ром, то есть, здесь как бы вне конкуренции Будем Кстати, большое спасибо Мирбир За образцы Они мне их не подарили Я их купил Честно скажу Хотя купил по акции Рубль за бутылек Ну все, я же купил Будем Ром просто чудесный Согласен Коньячок Брэнди Вискарики Мы можем их получить дома сами Ну ром Ведь все-таки качественное сырье Оно бешеных денег стоит А вот такой вот вариант Если взять какой-нибудь кармельный сиропчик Даже Обычно какой-нибудь сахарный Дистиллят Прям супер Такого рома вы никогда не получите Имя вот в домашних условиях Что-то получается какая-то этакая реклама, да? Химозушки Нет, я ни в коем случае не Говорю, что это супер Покупайте, приобретайте У каждого товара свой покупатель Это Золотое вот правило от рынка Кому-то нравится, кому-то нет Лично я их не использую Я это всем откровенно подговорю Я не сторонник Итак Шемра к виске Будем Ну приятный Приятный такой Слегка карамельный вискарик Мягенький, очень мягенький Ну и бленд Блендет Правильнее Сергей, еще раз Рахмитос Будьте здоровы Ну вот чувствуется, что Сырье одинаковое Это немного пожестче Но послевкусие прям Очень насыщенное Не понравилось То есть если это какой-то такой Карамельно-сладковатый То здесь прям такой Вискарный такой Аромат послевкусия Наверное, у меня сейчас немножко поменяется Окончательная оценка данных напитков Вископи бренди У нас его в народе называют коньяк Но все-таки это бренди Коньяк это коньяк Дмитрий, большое спасибо Сергей и Макс помогли мне Кинул клич в группу Откликнулись Забрал у них вот дистилляты Замутил Закилишевал Это того стоит Группа у нас дружная Арак Пипл Друг другу помогаем Выручаем Так держать Чтобы все были счастливы Ну и так Моя окончательная оценка Ром Первое место Блендед виски Второе место Шемрог Третье место И ВСОП Четвертое место Сейчас что-то его попробовал Знаете, такой Легкий-легкий-легкий коньячок По мягкости Самый мягкий ВСОП Ну сырье потому что Фруктовое Это вино перегонял Дмитрий Я бы сказал свою точку зрения И решать каждому Использовать или не использовать Эссенции Неважно SteelSpiris Grandy Alex AlkaStar Каждому свое В этом с вами прощаюсь Берегите себя И пейте только качественные напитки До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok